Страна в ожидании ощутимых перемен. В Молдове совсем скоро будет назначено новое правительство. Похоже, что парламентское большинство поддерживает кандидатуру Далина Ричана на должность премьера, выдвинутого президентом Айсандо. Но оппозиция настаивает на проведении досрочных парламентских выборов. Как бы то ни было о причинах своего ухода с должности премьера, Наталья Гаврилица не сообщила. Наталья Гаврилица Молдова получила статус кандидата на вступление в ЕС. Как и всякий раз, я убедилась в том, что у Молдовы очень много друзей. В Брюсселе нас ждут, в Европейском Союзе с распростертыми объятиями. Отвечать на вопросы журналистов и пояснять причины своего ухода Гаврилица не стала. Известно лишь о том, что этому решению предшествовало пятничное заседание министров и представителей партии действий и солидарность в президентуре. Однако реакция оппозиции последовала незамедлительно. БКС настаивает на проведении досрочных парламентских выборов. Тогда правящий режим спины у рта защищал это правительство и говорил о том, что оно лучшее за всю историю Молдовы. Спустя короткое время они признают, что этот кабинет министров не способен решить проблемы государства. А вот беглый политик Илон Шор считает, что на отставку кабинета министров в Гаврилице повлияли массовые протесты организованной партией Шор. Должна быть не только отставка, но и посадка в тюрьму. И это обязательно произойдет. Посадка в тюрьму действующей власти за тотальное нарушение Конституции, закона, прав и свобод граждан. Напомним, правительство под руководством Натальи Гаврилицы принесло присягу 6 августа 2021 года после победы на досрочных парламентских выборах партии действий и солидарность. Однако этот мандат правительства выдался крайне сложным, и первый кризис был связан с новой волной коронавируса. Затем уже осенью кабинет министров занялся обсуждением долгозрочного контракта на поставку российского газа. Переговоры растянулись на месяцы. Ну а затем началась война в соседней Украине. Наша страна была одной из первых, кто принял на себя ответственность за размещение спасающихся от войны беженцев. В стране было введено чрезвычайное положение, которое, к слову, действует до сих пор. Мы должны двигаться быстро, помочь тем 4000, которые въехали, приготовиться, помогать остальным, кто прибудет. Ну а в следующий раз мы окажемся в ситуации, когда я попрошу ввести ЧП из воровства. Летом 2022 года пришли хорошие новости из Европейского Союза. Наша страна получила статус кандидата на вступление в ЕС. Уполномоченными ведомствами была проделана огромная работа с момента подачи заявки на вступление. Осенью прошлого года Газпром резко сократил поставки газа в нашу страну, а правительство начало укреплять энергетическую безопасность государства и впервые стало обеспечивать правый берег Днестра газом с международных бирж. Но одной из главных проблем, с которыми столкнулась Молдова с начала войны, это небывалый рост инфляции. А саму Наталью Гаврилицу неоднократно критиковали за своеобразные формулировки. Крещение претензий имеет такую характеристику. Если вся людьми ждет, что они будут расти, то они, конечно, будут расти. За полтора года правления в кабинете министров Натальи Гаврилицы были заменены несколько министров. Первым в отставку по личным причинам ушел вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский. Затем о своем уходе заявили главами сельхоза Верил Герчу, министра окружающей среды Юлиана Контраджиу, министра экономики Сергей Гайбу. Ну а последним из состава правительства Гаврилицы вышел министр труда и соцзащиты Марчелл Спатарь.